Добрый день, меня зовут Владимир Зайцев, я юрист, блогер, публицист и один из основателей канала «Революционная инициатива». Сегодня я предлагаю поговорить о таком феномене, как коммунистическое движение Ирана, в особенности после 1953 года. Это движение уникально тем, что оно прошло в своем историческом развитии основные революционные тактики, основные революционные стратегии и не так часто обозревается. Тем не менее, благодаря этому анализу мы можем увидеть некие общие тенденции закономерности в левом движении XX и XXI века, которые формировались во многих странах независимо от их приближенности к интеллектуальным центрам, можно так сказать, левой мысли. Они формировались исходя из классовой ситуации, исходя из общей исторической ситуации и зачастую находились либо уникальные решения, которые есть, например, только в иранской истории, либо те решения, которые появились и в других областях данного мира. Прежде чем перейти к наиболее интересной теме, мы должны, безусловно, рассказать о некой предыстории, как это движение начало появляться. Движение это начало появляться в начале XX века, в период иранской конституционалистской революции, которая проходила с 1905 года, примерно как у России, по тем же самым причинам. Формировался марксизм как таковой, прежде всего, в эмигрантских сообществах, которые находились преимущественно на территории российского, на тот момент, Азербайджана. Прежде всего, в Баку, там было достаточно много иранских рабочих и мелкой иранской интеллигенции, которая пропитывалась атмосферой идей, которые циркулировали в рабочих сообществах, в интеллектуальных сообществах юга России. 1916 год отмечен появлением партии Адалят. Партия Адалят переводится как справедливость. Это социал-демократическая партия, которая была представлена именно иранскими эмигрантами. Ее лидеры достаточно известные, знаковые люди. Допустим, Асадулла Кафарзаде, Бахрам Агазаде и будущий известнейший коммунистический деятель, о котором мы говорили в предыдущем видео, Миджахар Пишварин. Эта организация была достаточно активной до Октябрьской революции. Она пыталась наладить контакты с рабочими организациями, в том числе на территории самого Ирана, пыталась организовать свою печать. А самое главное, она выстраивала себя по большевистским методикам управления и по большевистским методикам революционной практики. Эта организация уже тогда в качестве основы своей партийной деятельности, партийной жизни положила демократический централизм. На тот момент она выбирала его инстинктивно, у нее не было достаточно опыта, но взаимодействие с РСДРПБ, взаимодействие со многими другими организациями учило ее очень многому. 1917 год и Октябрьская революция открыли для этой организации огромные возможности. Я уж не говорю о последующей гражданской войне. Например, в 1918 году члены этой партии были направлены уже в Иран через тогда еще крайне нестойкую границу для того, чтобы бороться с английским присутствием и с присутствием белой армии. Если обратиться немного назад, в период Первой мировой войны на территории Ирана находились экспедиционные войска, как русские, так и, собственно говоря, английские. Поскольку шла война против Турции, война была достаточно тяжелой для союзников, необходимо сказать. Вроде бы как в нашей мифологии, особенно патриотической, говорится о том, что Турция довольно-таки слабый противник, но тем не менее в период Первой мировой войны Российская империя ввела достаточно тяжелые бои. Я уж не говорю, например, о знаменитых боях союзников Антанты под Галлиполи. Так или иначе, необходимо было там этот корпус держать. А большевики понимали, что есть некоторая возможность подорвать эти базы, с которых возможно было осуществление операций довольно-таки тяжелых для советской России. В 1919 году данная организация, еще социал-демократическая, она тогда не называлась коммунистическая, и вступила в коммунистический интернационал. Не полностью, безусловно, но была его основной и составной частью, следовала самая главная дисциплина и методом партийного управления, что в дальнейшем очень сильно пригодилось. В самом Иране на тот момент разворачивались достаточно интересные события. После революции конституционалистской начала XX века появилось множество повстанческих групп. Одна из них нас очень интересует. Эта группа действовала в провинции Гелян, и называлась она Джангали. Иногда ее называют в англоязычной литературе научной, которая этому посвящена Джангл Мувмент, то есть движение джунглей, а на русский язык более корректно это перевести, движение лесное. Дело в том, что провинция Гелян, которая в том числе имеет побережье Каспийского моря, достаточно имеет сильный лесной покров, и там возможно было организовывать повстанческие движения, которые могли укрываться от превосходящего противника. И вот одно такое движение для истории коммунистического движения в Иране очень важно. Дело в том, что джунглейское движение возглавлял очень харизматичный человек. Это Мирза Кучик Хан. Хороший организатор, несмотря на свои достаточно консервативные взгляды. Хотя, кстати, консервативность его взглядов признают далеко не все историки. Многие историки, особенно современные, изучили сохранившуюся переписку. Ее, к сожалению, сохранилось немного, в том числе последующую переписку Кучик Хана с советскими руководителями, в том числе его письма, адресованные в Коминтерн и Владимиру Ильичу Ленину, говорят о том, что на самом деле никаким консерватором не был. Но все-таки джунгалистское движение мы должны считать демократическим, но консервативным на тот момент, особенно консервативным в области собственности, в области земельных отношений. Это движение вело войну с интервентами, с английскими преимущественно и с русским экспедиционным корпусом, терпело поражение в силу абсолютного несоответствия вооружения. На вооружении экспедиционных корпусов, британских и русских, были броневики, были пулеметы, были даже аэропланы, которые активно против повстанцев использовались. И повстанцы поэтому вынуждены были находиться в лесах. Для них великий момент настал тогда, в 1920 году, в июне, когда флотилия Волжско-Каспийская под водительством Раскольниковой от Женикидзе направилась в Гелян с одной единственной целью – возвратить тот флот, который угнали в Иран белогвардейцы. Прибытие Красной армии, можно сказать, Красного флота полностью изменило ситуацию. Джунгалистское движение вышло из-под поля, белогвардейцы и англичане вынуждены были отступить, и 5 июня 1920 года была провозглашена Советская республика. Это достаточно неожиданно для многих, наверное, слушателей, что Советская республика – это не только феномен Европы, мы знаем, например, Баварскую социалистическую республику, социалистические эксперименты в Венгрии, но и социалистические республики на Востоке. Кстати, можно здесь немножко к слову упомянуть, что в 1918 году формировалась, допустим, Араратская Курдская республика, которая теоретически, кстати, могла присоединиться к Советской Армении, но этого не случилось. Так вот, Гелянская Советская республика, которая в англоязычной традиции преимущественно обозначается как Персидская Советская Социалистическая республика, на мой взгляд, это несколько правильнее, поскольку задачей этой республики было превращение Ирана всего в некий красный проект, переход его в другой формат существования, но, тем не менее, есть разные понятия в нашей историографии. Эта республика формировалась несколько необычным образом и на достаточно жестких для красных, для большевиков условиях, но эти условия были приняты, исходя из международной обстановки. Вот что можно сказать об этом соглашении, которое было заключено с джангалистами перед формированием данного образования государственного. Этот текст приведен в достаточно интересной работе, кстати, я вам рекомендую ее, может быть, достать и почитать, она в интернете представлена фрагментарно. Косрок Шакири, Советская Социалистическая Республика Иран, 1920-1921 год, некая родовая травма. Название спорное, но материал подобран достаточно хороший. Первое условие и самое, на мой взгляд, важное, которое повлияло на дальнейшую судьбу республики, это то, что большевистские коммунистические принципы отношения к собственности на территории данной республики не будут применяться, то есть, не будет производиться конфискация земель, а тот регион, прежде всего, был основан на сельском хозяйстве, и крупные ландлорды имели значительное влияние на само повстанческое движение, да и вообще организовывали всю жизнь, можно так сказать, они были организующей силой и господствующим классом. Кстати, именно поэтому многие большевистские красные оппоненты Кучикхана впоследствии, да и тогда обвиняли в намерении сохранять полуфеодальный строй, хотя он сам это отрицал, и из многих свидетельств можно получить информацию о том, что он, конечно, не был сторонником сохранения феодальных отношений, скорее он был неким таким реалистом, который понимал саму племенную структуру, структуру кланов на той территории, понимал, к чему может привести резкая экспроприация земли. На самом деле резкая экспроприация земли порождает кулаческие банды, как мы знаем в дальнейшем из советской истории, порождает сопротивление, которое для республики, которое, опять же напомню, претендовало на весь Иран, было крайне нежелательным. Еще одно условие, это временный республиканский революционный режим, независимый от РСФСР и от других государственных образований. Советское правительство не приобретало контрольного пакета акций в данном предприятии, если выразиться в современной рыночной логике, скажем так. Более того, армия красная не могла присутствовать на территории Келянской Советской Социалистической Республики, Персидской Советской Социалистической Республики числом более 2000 человек. 2000 человек – это как раз тот отряд, который прибыл для того, чтобы угнать обратно флот, который забрали белогвардейцы. Также было условие о том, что все вооружение и боеприпасы поставляются большевиками и иранцам за определенное возмещение. Но вот надо сказать, что это условие соглашения с джангелистами большевики не стали выполнять, а предоставляли вооружение и боеприпасы совершенно бесплатно. Я считаю, что это была абсолютно правильная мера, хотя на самом деле надо сказать, что определенные торговцы, определенные силы были несколько недовольны, потому что они хотели наладить в том числе и торговлю оружием с большевиками, а большевики решили предоставить этот важнейший военный актив революционному правительству совершенно бесплатно. Но на самом деле еще одно условие необходимо упомянуть, на которое только большевики могли пойти, а особенно большевики как раз-таки образца 20-х годов, это решение, например, проблемы иранского имущества, которое находилось на тот момент на территории бывшей Российской империи в Баку. Это имущество подлежало возврату иранскому народу. У большевиков были определенные разногласия, но в целом эти условия были приняты, поскольку они считались на тот момент справедливыми и отвечающими внешнеполитическим интересам советского правительства. Другой вопрос тоже для другого государства, не социалистического и не революционного, как Советская Россия, тоже было бы болезненным. Это передача иранскому народу русских предприятий, которые находились в Иране. То есть тех русских предприятий частных, которые появлялись на его территорию в период Российской империи, которые контролировались, можно так сказать, международными компаниями, в которых доля определенная принадлежала бывшей Российской империи, в принципе большевики были на эти условия готовы. Но тем не менее были и обратные договоренности, обратные договоренности касались политической системы, так или иначе. Точнее, это даже не совсем договоренности, а некие факты. И вот необходимо сказать, что практически сразу 5 июня 1920 года происходит появление коммунистической партии Ирана, которая еще называется Персидской коммунистической партией, в других источниках, можно сказать, более ранних, как раз-таки из партии Адалята, о которой мы говорили, и из других организаций, которые уже на тот момент там действовали. Соответственно, эта организация достаточно сразу стала боевой, можно сказать, и начала проводить активную прозелитическую политику, несмотря на вроде бы существовавшее договорное ограничение на распространение коммунистической пропаганды. Эта организация сразу стала достаточно радикальной, она стала критиковать религиозность общества, считала, что необходимо совершать некую культурную революцию уже прямо на месте. Естественно, это столкнулось с недовольством местных духовных лидеров, местных, можно сказать, революционных лидеров, которые поставили такую большевистскую практику под сомнение. Но самое главное, что на тот момент коммунисты, обучаясь общению с местным населением, поняли, что этот момент был несколько преждевременным. Но я не могу сказать, что он был тотально отвергнут населением. На тот момент Иран находился в периоде транзита, можно сказать, в периоде транзита от феодализма к капитализму, и даже среди недостаточно образованных рабочих этого региона и крестьян находились и сторонники освобождения от так называемых традиционных ценностей, поскольку они научились видеть в них не более чем ограничения, не более чем средства управления массами, как и следует с моей точки зрения понимать так называемые традиционные ценности, как элемент господства правящего класса. Так или иначе, им пришлось несколько умерить свою политику, но конфликт с руководством Советской Социалистической Республики Персидской, между прочим, назревал. Необходимо сказать о некоторых персоналиях этого периода, очень, на мой взгляд, колоритные персонажи, например, Хайдар Хан Аму Аглы Таривердиев. Это первый генеральный секретарь персидской коммунистической партии. Можно сказать, первый полноценный генеральный секретарь, потому что в самом начале был все-таки султан Султан Заде, другой человек, но больше запомнился как раз-таки Хайдар Хан. А почему, можно будет увидеть дальше. Хайдар Хан был как раз-таки одним из коммунистических радикалов, который был вообще человеком начала XX века, достаточно авантюристичным. Достаточно сказать, что он в период Первой мировой войны участвовал, например, в азербайджанских добровольческих формированиях под эгидой Турции, и, в принципе, даже соотносил себя с пан-тюркизским движением дорога в Туран. Но, однако, он это делал не по причине своего идеологического совпадения с пан-тюркистами, а действовал в том числе в логике поражения крупных империй, в том числе Российской войне, нанесения определенного ущерба. Он видел на тот момент участие в таких боевых действиях, возможности вернуться с оружием, приобрести боевой опыт, приобрести определенные связи, и, в конце концов, он их и получил. Научился работать с местным населением, научился работать с политическими нестабильными регионами, и был очень полезен в этот момент. Он пытался все-таки достичь некоторого баланса между социалистическим и советским характером данной республики и все-таки консервативными элементами. Полностью это сделать, к сожалению, не удалось, и в 1921 году происходит переворот Кульчакхана, который устраняет комиссаров, в том числе как раз-таки Тривердиева. Но на самом деле это означало во многом и конец этой республики. Несмотря на то, что многие авторы связывают это прежде всего с тем, что как раз Советская Россия решила после достижения своих целей в Иране эвакуироваться, на свою собственную территорию, но это очень простое объяснение. На самом деле причина как раз-таки в том, что не хватило некой революционизирующей силы у традиционалистского, можно так сказать, руководства этой республики. Она не смогла пойти вместе с коммунистической партией и добиться определенного синкретизма, который был бы в итоге победоносным. Так или иначе, в ноябре 1921 года республика терпит поражение. Сам Кульчик-хан, который вот, кстати, что интересно, в Иране до сих пор считается национальным героем, позже об этом чуть-чуть расскажу, ему пришлось бежать вместе с одним немецким авантюристом, который его сопровождал все это время в горы, там он замерз, и один из крупных лендлордов, которых, кстати, он не трогал, он приказал отрезать его голову и доставить ее в город Решт для всеобщего обозрения. Вот такая благодарность со стороны крупных землевладельцев. Хотя, с другой стороны, может быть, это как раз-таки доказывает версию других историков, которые говорят о том, что все-таки этот руководитель был гораздо революционнее, чем об этом принято говорить. Так вот, в современном Иране, несмотря на то, что коммунизм там находится под запретом, как таковой коммунизм считается идеологией совершенно несовместимым с религиозным характером государства, с исламом, тем не менее, надо сказать, что он почитается. В городе Решт находится его мавзолей, находится музей, который целиком и полностью ему посвящен. Но его там представляют прежде всего как героя национально-освободительного движения, как раз-таки движения джангалистского, и на полях, можно так сказать, упоминается о республике. Там стараются не говорить, во всяком случае, в экспозиции о том, что это так или иначе республика была связанная с коммунизмом. Ее назвали республикой народной, республикой, которая была призвана решить проблему неравенства, которые существовали до 1920 года, и, конечно же, покончить с иностранным присутствием на территории Ирана. Как мы знаем, даже в современном Иране весьма распространен антиимпериалистический пафос, можно так сказать. Поэтому, как ни странно, вот этот человек, теснейшим образом связанный с историей коммунистического движения в Иране, является до сих пор почитаемой фигурой. Собраны, кстати, достаточно интересные материалы в этом музее о его жизни. Конечно же, хотелось бы, чтобы рано или поздно в Иране обратились к его революционному наследию, но при нынешнем режиме скорее всего этим будут заниматься только ученые. Что интересно, кстати, именно в научной среде в Иране нет такого парадигмального запрета касаться данной темы, и размышлять о ней в научных, например, монографиях. То есть, не существует полной закрытости данной темы. Но, опять же, возвращаясь к дальнейшему течению дел, сама коммунистическая партия Персии, коммунистическая партия Ирана продолжила свою деятельность. Например, в 1920 году и в 1921 году она находилась на подъеме, после падения республики этот процесс несколько стагнирован. Но, тем не менее, благодаря своей организации, благодаря тому, что она была членом Коминтерна, секции Коминтерна, благодаря тому, что она была подключена к системе профсоюзов, которые входили в профинтерн, она смогла достаточно быстро воспрять. Например, в период с 1921 года по 1922 год она уже умело обращалась с профсоюзами, достаточно активно занималась своей печатью, налаживала сети распространения коммунистической пропаганды и коммунистической печати. Можно сказать, что партия дожила, несмотря на то, что она, казалось бы, могла бы исчезнуть. В 1925 году, как мы помним, побеждает в борьбе за власть Риза Шах, который, естественно, сразу же обрушился на коммунистов с репрессиями. Но поскольку он их рассматривал и логично в качестве конкурентов в борьбе за власть, он провел целую серию операций, которые могли и должны были покончить с распространением пролиферации коммунистических идей. Сделать это не удалось, и, например, к 1929 году, 1931 году партия смогла настолько окрепнуть, что смогла устраивать забастовки на предприятиях, которые были заняты в текстильной промышленности, на железных дорогах, даже на предприятиях по изготовлению ковров. Это привело к тому, что в 1931 году коммунистическое движение от иранского буржуазного государства получило, можно так сказать, высшую правовую награду, вышел специальный закон, который запрещал коммунистическую деятельность, то есть коммунистическое движение было признано как реальная опасность. Это, конечно же, партия создала огромные сложности, но на тот момент в коммунистических партиях мира был совершенно другой человеческий материал, эти люди были готовы на очень большие жертвы ради продолжения своей деятельности. Вот, например, в 1934 году партия вновь возникает из небытия, и ее генеральным секретарем становится врач по образованию Таги Ирани, это человек, который повел партию навстречу бурному, можно сказать, и трагическому периоду, в периоду 1937-1938 года. Ну, собственно говоря, вы знаете, что эти даты и для истории советской непростые, а для истории иранского коммунистического движения тем более. В 1937 году начались аресты коммунистов по всей стране, в том числе был арестован генеральный секретарь партии, в 1938 году прошел показательный буржуазный процесс над ними, который известен как процесс 1953, практически все подсудимые получили большие тюремные сроки, выйдут они на свободу, кстати, исторически довольно скоро, об этом мы кратко после этого поговорим. А сам Таги Ирани, который не отказался от своего взгляда в тюрьме, был убит в 1940 году. Скорее всего, убит. Есть, конечно же, официальная версия властей того времени, что он скончался от сопутствующих заболеваний, но практически все говорит о том, что это был один из случаев устранения коммуниста в тюрьмах, потому что он умер, разумеется, не один, много других коммунистов было замучено и уничтожено в тюрьмах. Смертная казнь им по законам, которые действовали на тот момент, не полагалась, и ее производили внесудебными методами, что вообще характерно для этого периода иранской истории и характерно, возможно, и для периода более позднего, хотя здесь доказательств гораздо меньше, просто если мы говорим о Шахском Иране, то мы имеем дело с такой остановившейся рекой, которую мы можем полностью осмотреть, то современность предполагает большой туман войны. С тем материалом мы можем работать гораздо более, можно так сказать, удобно. Так вот, можно сказать, что к 1939 году фактически коммунистическая партия Ирана была разгромлена, хотя определенные ее ячейки сохранялись, но находились в очень глубоком подполье. Следующий этап и следующая стратегия уже после вот такой революционной партии, которая была создана на заре советской истории, которая была достаточно радикальной и большевистской по своему накалу, можно сказать, большевистской по своему политическому дискурсу по языку, то в 1941 году после оккупации Ирана в Великобритании и Советским Союзом появляется уже другая партия, партия, которая соответствовала другому историческому этапу, это народная партия Ирана, которая известна более как партия Туде. Партия Туде создана 29 сентября 1941 года, первым ее генеральным секретарем был Сулейман Мирза Аискандирье, это человек, который имел давние заслуги перед иранским коммунистическим движением, который вынужден был какое-то время быть политически неактивным, в особенности после преследования со стороны спецслужб тогдашней страны, но руководить он партией стал достаточно хорошо, и опять же на тот момент в основу деятельности партии полагался принцип демократического централизма. Несмотря на то, что партия не называла себя полностью коммунистической, она выстраивала себя именно как коммунистическая партия, она выстраивала себя как партия с далеко идущими задачами, и у нее это получалось. Она стала к 1942 году самой массовой политической организацией в стране, но что было не мудрено, поскольку в предыдущий период при резе шахе политическая жизнь в значительной степени была зачищена и замолкла, так или иначе. Эта организация прежде всего постулировала необходимость проведения двухэтапных реформ, это как раз таки то, за что партии такого типа критикуются, например, со стороны левой оппозиции, так называемых троцкистов, за теорию двух этапов, сначала достижения оптимальных буржуазно-демократических условий, и потом переход уже ко второй стадии, ко второму этапу, к социалистической революции. На самом деле это кажется похожим на то, что говорил Маркс, но здесь скорее дело в политическом руководстве, конкретной политической практике, это, к сожалению, не может быть полностью рассуждения включено в нашу сегодняшнюю встречу, возможно, в последующем мы об этом поговорим. Эта партия была важнейшим фактором, в том числе международной политики. Я рекомендую, если кто-то найдет, ознакомиться с работой Марка Гасиаваровского, который называется «Восприятие со стороны США. Коммунистическая угроза в Иране во времена Масадыка». Масадыка – это такой пример министра Ирана, который знаменит своей попыткой национализировать нефтяную промышленность, нефтяную промышленность, которая была после 1946 года в основном в британских руках, что привело практически к вооруженному конфликту между Ираном и Великобританией. Но не об этом сейчас дело. ЦРУ и другие аналитические центры американского правительства в период Второй мировой войны и после нее зачастую завышали силу этой организации, они постоянно конкурировали в больших цифрах, так или иначе. Но вот если взять эту работу, то можно вычленить следующее, что партия смогла сформировать ядро где-то из 20-30 тысяч членов. Партия могла мобилизовать народные массы, этому способствовало то, что она с периода 1941 года смогла создать большую сеть своих ячеек и большое количество связей с местными рабочими организациями, с местными институтами гражданского общества, можно так сказать, с местной интеллигенцией, с местными, можно сказать, и некоторыми религиозными лидерами. Иногда приходилось общаться и с ними. Кстати, партия Тудэ в этом плане была гораздо мягче, нежели коммунистическая партия Ирана в отношении религиозных деятелей, в том числе мусульман разных масхабов разных направлений и пыталась использовать практически все, но прежде всего она хорошо взаимодействовала с профсоюзом и с рабочим классом, была в этом плане эффективным орудием, можно сказать, политики рабочего класса. Ей удавалось, например, выводить 200-тысячные демонстрации. На самом деле это огромная заслуга, потому что собрать 200-тысячный митинг достаточно сложно. Все мы, кто в том числе смотрит это видео, так или иначе интересуются политикой на настоящий момент. И мы все примерно знаем, кто во всяком случае в это погружен, насколько сложно организовать те структуры, которые смогут вывести этот народ как таковой. Потому что народ должен быть организован, и рабочий класс должен быть организован, что очень хорошо понимали в партии Тудэ, которая на тот момент была очень сильно связана с Советским Союзом, получала от него и финансовую помощь, и интеллектуальную помощь, которая тоже была не последним, можно сказать, фактором. Хотя сами местные кадры также были весьма хорошо подготовлены. Вот мы говорили, например, о Сейджа Фари Пишевари, он здесь тоже активно участвовал перед тем, как в дальнейшем заняться строительством Азербайджанской Советской Республики, то есть Демократической Республики Азербайджан. Он в этих процессах достаточно был хорошо сведущий. В общем, партия Тудэ рассматривалась как потенциальный агент, агент советского влияния, который мог потенциально занять власть. Но на самом деле эти оценки были, можно сказать, очень оптимистичны, они хорошо характеризовали то, кого на самом деле боится империалистический мир, прежде всего распространение коммунизма, надо сказать, что особенно этот страх стал усиливаться где-то в 1950-м, 1951 году, это как раз война в Корее, вступление Китайской Народной Республики, китайских народных добровольцев в войну. Тогда была популярна в внешнеполитических аналитических центрах США теория домино, то, что коммунизм может распространяться, можно сказать, так, как падают выстроенные узоры из доминошных костяшек, можно сказать, и как раз-таки партия ТУДЭ рассматривалась как одной из слагаемых в будущей экспансии коммунизма. Особенное внимание и сама партия ТУДЭ, и ее оппоненты уделяли связями этой организации с армией. Они действительно были, в том числе, например, и в элитных иранских подразделениях, в том числе в авиации, в том числе в тех частях, которые имели на вооружении сложную технику. Так или иначе, партия была достаточно успешной. Она была вовлечена в 50-х годах, в особенности в 52-м, 53-м году, как я уже говорил, в достаточно сложную политическую игру с режимом Масадека. Сам Масадек был, Масадек, как его зачастую пишут в русскоязычной литературе, антикоммунистом. Но, тем не менее, он партии ТУДЭ много что позволял, в отличие, например, от премьер-министра Кавама, который занимал в отношении коммунистов и партии ТУДЭ куда более радикальную позицию. Он позволял этой партии периодически поддерживать правящую коалицию против консерваторов и против тех сил, которые однозначно выступали на пробританской стороне и на стороне американской. В результате, к большому сожалению, Соединённым Штатам и Великобритании удалось сместить правительство самого Масадека, который попал в тюрьму, но в дальнейшем жил на шикарной вилле, он полностью из элиты не был, можно так сказать, исключён. Но партия была загнана в подполье, хотя она умудрялась достаточно эффективно действовать. Партия дожила в полуподпольном состоянии до периода Исламской революции 1979 года, сохраняя, насколько это возможно, в подполье и без какой-либо активной советской поддержки в систему демократического централизма. Кстати, эта партия до сих пор ей предшествует. Например, в этом году на её официальном сайте Али Хавари, её нынешний генеральный секретарь, написал, можно так сказать, программную статью о партийной истории, партийной революционной стратегии и сказал о том, что эта партия будет придерживаться таких принципов исторических, поскольку они, с его точки зрения, являются эффективными до настоящего момента. Исламская революция 1979 года оказалась в том числе и для этой партии возможности. Но эта возможность могла быть куплена очень высокой ценой. Например, генеральному секретарю Киану Ри, который на тот момент занимал этот пост со стороны нового исламского правительства от режима Айатол, было сделано предложение достаточно невыгодное полностью перейти под контроль нового правящего режима, публично динансировать марксистскую идеологию, материализм, разорвать свои интеллектуальные связи с левой традицией, так или иначе, и стать левым крылом, которое бы компенсировало избыточную правую политику правительства. На тот момент, кстати, опять же, на самом начальном этапе истории после 1979 года существовал, как и зачастую сейчас, дуализм. Например, либеральное правительство, гражданское, можно так сказать, и религиозное руководство. Так иранская политическая жизнь зачастую устроена, и левое движение должно было быть компенсирующим таким фактором, увещевать людей, им что-то обещать, снабжать их интеллектуальной жвачкой, как сейчас делают многие левые организации, в том числе в России, заигрывать с национализмом, заигрывать с религией. Но вместе с тем, именно ничего для рабочего движения не делать. Какая-то часть, особенно после арестов и пыток, а после пыток, извините, многие изменят свою позицию, члены в партии Туде появились на иранском телевидении и заявили о своем отказе от марксизма, о своей приверженности шиитскому исламу, о полном пересмотре всех жизненных ценностей. Так или иначе, о расставании со всей своей предыдущей жизнью, они давали оценку Советскому Союзу, к которому они положительно, например, относились в 70-е годы, в период борьбы с режимом Шаха. Но были и те, кто эмигрировал. На самом деле, забегая вперед, необходимо сказать, что левое движение в Иране после 1979 года в основном эмигрантское. Но тем не менее, какое-то наследие таких партий до сих пор существует. И вот партия Туде оставила в истории Ирана след не только исторический, но и культурный, поскольку вокруг этой партии формировались семейные истории, клановые истории. Она оставила культурный след, можно сказать, в микроистории человека. И многие последующие поколения левых выходили из этой шинели, из шинели своих отцов и матерей и приступали уже к другой левой стратегии, отрицая во многом те стратегии, те условия, те методы, которым действовала Народная партия Ирана. То есть, партия Туде, которая, повторюсь, существует до настоящего момента. Эта партия особенно сильно пострадала, точнее, уже многие даже и не партийцы в 1988 году. Это период массового убийства политических заключенных в Иране после фетвы Айаталы Хамини. Коммунистов вызывали на допрос, не только коммунистов, но и как раз членов партии Туде, и задавали им несколько вопросов. Верите ли вы, например, в Аллаха? Отказываетесь ли вы от ваших идеологических представлений? Они считали, кстати, очень многие наивно считали, что это попытка разделить оппозицию религиозную, которая на тот момент тоже была, и оппозицию светскую по различным баракам, по различным камерам. На самом деле, от правильного ответа на эти вопросы завет всего жизнь людей. На самом деле, количество жертв со стороны левых от этих чисток 1988 года очень сильно разнится. Есть примерная цифра, относительно которой установилось согласие в правозащитной среде, это от 3000 до 8000 человек за несколько дней, можно сказать, за несколько недель. Но есть более высокие оценки, вплоть до 33000 человек. Это, например, известный австралийский английский адвокат и правозащитник Джеффри Робертсон говорит. Джеффри Робертсон, кстати, такая интересная фигура, это человек, который занимается пролиферацией атеизма и правами человека, и старается поднимать на щит те проблемы, которые находятся как бы в тени. А вот эти массовые убийства политических заключенных в Иране в 1988 году долгое время были, скажем, такой тематикой правозащитной для очень ограниченного числа людей. Вот так или иначе, эта партия была вынуждена радикально уменьшиться и стать уже частью истории иранского коммунистического движения. Итак, мы посмотрели на две организации. Одну партию большевистскую, другую партию народную, которая вливалась, согласно моде 1950-х годов, в различные народные фронты, применяла партия Тудэ, я имею в виду, которая использовала такую практику, но, например, придерживалась демократического централизма. Далее мы должны обратить внимание на значительно более сложную и разнообразную историю левого движения после 1953 года и, скажем так, вообще уже в 60-е, 70-е, 80-е годы. Что на тот момент происходило в Иране? Режим шахский очень сильно усиливался, например, знаменитая демонстрация 1963 года была подавлена и расстреляна, а это лахами не бежал, как и многие другие оппозиционеры. И вместе с тем стал достаточно различим кризис традиционных партий и традиционных революционных стратегий. Точнее, у некоторых групп населения создалось впечатление, что эти революционные стратегии не позволяют победить правящий режим. На самом деле, вот затяжная политическая война с тем или иным политическим режимом – это вещь зачастую демотивирующая, либо мотивирующая, но не на продолжение борьбы в том же самом векторе, например, в дисциплинированном векторе демократического централизма, приверженности одной лидирующей партии, которая претендует на звание авангарда трудящихся, а поиск других стратегий при признании марксистской идеологии. И здесь как раз-таки Иран нам представляет достаточно широкий спектр примеров исторических, которые, на мой взгляд, обязательно нужно осветить. Иран, как мы знаем, достаточно традиционная страна, в которой нельзя не замечать, несмотря на то, что с начала XX века по 60-е годы прошла модернизация, в том числе и способствовал сам шахский режим. Я думаю, что все интересующиеся данной темой хорошо знакомы с визуальным материалом, который показывает иранскую жизнь в 60-е и 70-е годы. Это светское государство, это государство экономически развивающаяся, секулярная в значительной степени. И в этом плане назревал в некоторых умах интеллектуальный кризис, что же можно противопоставить тому секулярному режиму, который является, ко всему прочему, буржуазным, для того, чтобы с ним начать бороться вместе с народными массами. Как можно народной массой интегрировать политическую борьбу, вот после как раз-таки политического обострения 63-го года стало ясно, что массы не сильно поддерживают оппозицию, у оппозиции есть проблемы со связью с массами. Некоторые интеллектуальные группы, например, Мохаммед Ханифеджад, Саид Махсен и Али Ахгар Базадиган отступили от активной политической деятельности и попытались замаскировать свою оппозиционную деятельность под изучение ислама. Из этого выросла одна из важнейших оппозиционных организаций, которая имеет два крыла, имеет левое крыло, имела, точнее, левое крыло и другую, можно сказать. Это так называемые Муджахедин Хальк, то есть народные муджахеды Ирана. Организация, которая попыталась осуществить смешение и синкретизм на исламской духовной жизни и марксистского анализа истории. На самом деле, как раз таки в 60-е годы, в 65-м году заниматься исламом было чем-то совершенно неважным и безопасным, даже перед лицом тайной полиции. Тайная полиция занималась поиском националистов, коммунистов и других политических сил, в том числе советского влияния. А ислам казался вот такой вот интеллектуальной игрушкой, которая вроде бы и соответствует общему настрою общества, но не претендует ни на что. И как раз таки ислам попытались поднять на щит для того, чтобы доносить революционные идеи до народных масс. А вот какие методы эти люди использовали для того, чтобы соединить ислам с некой социалистической идеей, вообще социалистической практикой? Казалось бы, ислам это религиозная премодернистская парадигма, ислам это достаточно консервативная система, в особенности ислам, который существовал на территории Ирана, шиитский Иран, традиционный, который поддерживался в жизнеспособном состоянии многочисленными суфийскими орденами, вообще клерикалами, которых в исламе суннитском нет, например. Но, тем не менее, эти методы были найдены. Допустим, эти интеллектуалы, о которых я говорю, ссылались, допустим, на позицию Абу Зара Аль-Гифари, сахаба-пророка, то есть, сподвижника пророка Мухаммеда, который передал 261-й хадис. Выбор таких людей для революционеров был очень важен, поскольку передатчик хадиса для мусульман, которые были растворены в народных массах, обладал большим духовным и интеллектуальным авторитетом. Этот человек ввел свою деятельность в период праведного халифа Усмана Ибн Афана. С точки зрения ислама халифы были праведными и неправедными. И вот как раз-таки Усман Ибн Афан был праведным халифом, чему, например, учил Абу Зара Аль-Гифари. Он говорил о том, что необходимо обеспечить равенство внутри мусульманской уммы, необходимо, чтобы халифы не поглощали себя в роскоши. Он говорил о том, что крупное землевладение не будет способствовать укреплению веры. Эта позиция витала в воздухе, можно сказать, в особенности у богословов, которые не были приставлены к власти. Также еще одной традицией, можно так сказать, социальной традицией в исламе была позиция секты хариджитов, которые выступали за некоторые эгалитарные ценности, разумеется, не за все эгалитарные ценности, но, например, опять же, за равенство прав всех мусульман, включая бывших рабов, отсутствие дискриминации по различным национальностям, потому что ислам был больше идентичностью, что, конечно, логично. И, кстати, хариджиты высказывали идею о том, что власть халифа должна быть ограничена исключительно исполнительными функциями, а, собственно говоря, власть должна принадлежать народному собранию, которое в исламской традиции называется шура. Еще также интеллектуалы, о которых мы говорим, основоположники красных муджахедов, в том числе и народных муджахедов, на которых они вышли, так или иначе, изучая историю, общаясь в том числе с различными исследователями и просто участниками партии Today, с теми, кто был в Советском Союзе и интересовался его исламской историей. Они, например, обнаружили примеры Мирсаида Султана и Абайдуллах и Ассинтхи. Это мусульмане, которые пытались взаимодействовать с большевистским правительством в начале 20-х годов. Точно так же можно в качестве такого примера, хотя и с нашей темой немного не связанного, назвать Ваисовское движение, например, в период 20-х годов в советской стране, который возглавлял суфий Бухауддин Ваисов. Этот человек достаточно интересный, он пытался создавать советского типа общины среди мусульман, используя как преимущество ислама, так и преимущество марксизма. Естественно, этот проект не был особенно удачным и заглох где-то в середине 20-х годов, потому что с повышением образовательного уровня, можно так сказать, среди жителей Волжской Булгарии находилось все меньше сторонников. Хотя другие исследователи связывают это с давлением на религиозную жизнь в этом. А вот таким образом мы подходим к началу деятельности. Эта организация начала с антиимпериалистической борьбы, борьбы в том числе под духовными лозунгами против порабощения страны со стороны американского империализма. Первая знаменитая акция этой организации это похищение американского посла, точнее не похищение, а попытка похищения, покушения на похищение американского посла Дугласа Маккартура II, не генерала знаменитого Маккартура, а человека с похожим именем и с родственными связями с генералом Маккартуром. Это повлекло достаточно большие репрессии в отношении данной организации в 1971 году. И тогда уже мы можем говорить о участии в этом процессе, появлении в хрониках, можно сказать, исторических человека, который эту организацию в дальнейшем станет олицетворять, это Масуд Раджави. Масуд Раджави был приговорен сначала к смертной казни, а в дальнейшем был помилован и направлен на пожизненное заключение, а потом он еще в этой истории очень сильно появится. В 1976 году было нападение на американских военных, это, кстати, одна из причин, по которой эту организацию, народные маджахеды, не разбираясь в том, какое крыло это сделало, признавали террористической до начала и середины 2000-х годов. Последствия это свалили на левых для того, чтобы оправдать использование такой оппозиционной силы в американских целях, об этом чуть попозже. Вот, что касается левого крыла этого движения, то оно появилось где-то в начале 70-х годов. В 1971 году в Центральный комитет этой организации вошел Шариф Вакефи, а в 73-м году Такиса Храм. Это люди, которые были марксистами и которые были связаны с исламом незначительно. И они уже в это же время выпускают некий идеологический манифест, в котором говорят о том, что революционным по-настоящему является марксизм, а не ислам. И они из числа мейнстрима маджахедов Ирана выходят и образуют другую организацию, которая называлась Маджахедин, марксистско-ленинская, а впоследствии называлась Пейкар и, кстати, Союзом за освобождение рабочего класса в подражание знаменитому обществу, которое создано было Владимиром Лениным и его сподвижниками в Петербурге в XIX веке. Эта организация была, кстати, достаточно активна, к ней присоединялись наиболее отчаянные представители молодежи, интеллектуалов, которые искали себя в области творчества, в области политики. Например, Бахрам Арам, Фуат Руахани, Хасан Алапуш, Махтуби Матахеддин. Это люди были очень яркие, которые обладали большой волей к политической борьбе, которые оставили после себя литературное наследие, авангардные стихи, авангардные картины. К сожалению, многие из них были изъяты в ходе арестов и уничтоженных, и вот эта часть левой культуры до нас не дошла. Это движение вполне себе дожило до революции исламской 1979 года, хотя в ходе репрессии марксистское крыло этой организации, Муджихидин Фальк, очень сильно страдало, и оно, кстати, стало действовать очень радикально против новой власти. Допустим, есть очень интересный персонаж Хусейн Рухани, который в 1979 году уже, а впоследствии в 1980 году не боялся лично критиковать Айталу Хамени, эта организация стала первой, её представитель стал первым, который решился на открытую конфронтацию с Айталой Хамени, высказывался в отношении него достаточно резко, называл его обскурантистом, называл сам слагающийся режим фашистским, то есть в какой-то степени призывал к себе карательную мощь государства, но вместе с тем не стоит считать, что он был чисто самоубийцей, надо помнить, что само такое основное мейнстримное направление этой организации очень сильно усилилось после 1979 года, очень большие издавало тиражи из своих газет и вообще партийной печати, выводило на улицу очень много людей, в том числе, допустим, в 1981 году смогло обеспечить появление на митинге более 200 тысяч человек, но это по их оценкам с точки зрения иранского правительства нет, то есть он считал, что возможно будет, Рухани считал, что возможно будет вести полемику на таком уровне с исламским режимом, но это оказалось не так, как раз в 1981 году начались очень серьезные репрессии в отношении как марксистско-ленинской тенденции красных муджахедов, можно сказать, и в отношении более, скажем, конвенциональной части этого движения. Лидеру этого движения пришлось вообще вместе с президентом Ирана, отставленным от дел эмигрировать из страны во Францию, а марксистов-ленинцев начали постепенно сажать в тюрьмы. И тот же самый Рухани, который был столь активным и столь радикальным, в 1982 году показали по иранскому телевидению, где он полностью раскаивался в своих взглядах, в отходе от ислама и, конечно же, своих слов в отношении высшего руководителя страны. Но, тем не менее, опять же, были и герои. Например, я специально выписал одну цитату активиста Ибрахима Задеха, который говорил перед смертью о том, что хочет умереть, приближая строительство бесклассового общества. Так или иначе, всегда в любой организации, даже если она идеологически достаточно сложная и не полностью соответствует нашему представлению о левой организации, находятся люди с особой храбростью, с особым желанием добиться революционных изменений. К сожалению, далеко не всегда они попадают в нужное время и в нужное место. Многие из красных муджахедов, я их так очень условно называю, на самом деле правильнее было бы называть как раз-таки их пейкар, как раз-таки левое крыло данной организации, многие из них сложили свою голову и сложат в дальнейшем. Так или иначе, эта организация, если говорить о ее марксистко-ленинском ключе, прекратилась в 80-е годы, частично ее члены вошли в другие организации, в их состав, но она оставила след в истории достаточно значительной. Что касается основной части муджахеддин-фальк, то эта история куда более долгая и куда более трагичная, эта организация вынуждена была, например, перебрасывать своих бойцов на территории Ирака, вынуждена была способствовать Саддаму Хусейну, стать коллаборационистами, в дальнейшем долгое время находиться на территории Ирака в лагере Ашраф, где ее атаковали местные боевики, которые были лояльны Ирану, и иракское правительство тоже впоследствии быть выселены на территории Албании, где для нее специально возводились некие лагеря. Но, кстати, возможно, ее использовать в дальнейшем будут, она уже отказалась от своей революционности, в том числе туда приезжал Джон Болтон в 2017 году и говорил о том, что в 2019 году вы будете в Тегеране. Джон Болтон, кто не помнит, это советник президента Трампа по национальной безопасности, такой вот очень интересный, очень харизматичный человек, настоящий ястреб. Но, тем не менее, у такой иранской оппозиции пока что еще ничего не получается, но, опять же, структуры сохранились. Кое-что левое в этой организации все еще сохраняется на уровне демагогии. В основном это жесткая иерархическая структура, которая служит несменяемому руководству, зачастую говорится о культе личности внутри данной организации и достаточно справедливо. Далее, ну вот мы посмотрели на вот такой вот нестандартный пример революционной стратегии, это попытка сблизиться с традиционалистскими представлениями, попытка достучаться до народных масс с помощью таких социальных технологий, как мы увидели, что частично это было успешно, в дальнейшем это успеха уже не приносило. Дальнейшая вещь, о которой мы должны кратко поговорить, это некий тренд, который я бы назвал таким брендом фидаины. В 1971 году появляется организация партизанов фидаинов иранского народа. На самом деле она где-то в 1963 году начала формироваться, однако именно в 1971 году была официально, можно сказать, сформирована своими основателями. Она состояла из, можно сказать, двух групп, один из них это теоретик, можно сказать, о котором мы потом поговорим, Джазани и его партнер, его соратник Зарифи и Ахмадзаде Пуянаф, Мофтахи, это еще одна группа. Эти люди самостоятельно пришли к идеям, которые нам известны посредством литературы, которую написал Моригелло. Это городская партизанская гирилья, то есть введение партизанской войны в крупных городах. На самом деле Иран на тот момент начал урбанизироваться и заниматься исключительно повстанческим движением на периферии было невозможно. Так или иначе, это были, я бы сказал, индигетные теоретики, которые стали разрабатывать эту теорию несколько раньше, чем о ней напишет Моригелло. Они уже после начала своей борьбы узнают про теорию, которую нам оставил, допустим, Че Гевара, в том числе теорию фокизма, теорию тлеющего очага, теорию создания очагов партизанского движения. Эти молодые люди на тот момент искали практически любую информацию о том, как можно противостоять правительство и как подрывать его с помощью городской партизанской борьбы. Вот на самом деле Джазани, о котором я говорил, это очень талантливый человек, кстати, достаточно талантливый художник, художник-авангардист, у него очень особенные картины, особый визуальный стиль, но гораздо больше он известен как теоретик, как теоретик революционной войны. Допустим, у него есть специфические брошюры, не все из них, к сожалению, переведены даже на английский язык, я уж не говорю, что на русский, но они, возможно, крайне полезны. Это, например, борьба с диктатурой Шаха, где говорится о том, какие надо совершать действия, какие надо совершать молекулярные агрессивные действия против правящего режима для того, чтобы его подрывать. Что должен знать революционер? Это не только идеологический комплекс, но и практические навыки. И работа, можно сказать, сопоставимая по своей теоретической ценности с работами Моригелла, это как вооруженная борьба превратится в массовую борьбу. Произведение очень спорное, я не буду его одобрять по понятным причинам, но это один из взглядов на то, как революционизировать общество. С точки зрения марксизма-ленинизма, как раз-таки такие призывы не совсем адекватны, с моей точки зрения, потому что большевистская партия в свое время выразила свое несогласие и свое неодобрение индивидуальному террору как неэффективному революционному способу. Хотя вот здесь Джазани идет гораздо дальше, нежели чистый индивидуальный террор. Он говорит о, в принципе, организации вооруженного сопротивления, он говорит о том, как его можно организовывать. Единственное, я должен сказать, что, конечно, такие работы необходимо очень серьезно модернизировать на настоящий момент. И я говорю прежде всего для последователей этого движения в Иране, поскольку сейчас совершенно другие технологии слежения за общество, другие технологии и методы взаимодействия с городской средой, больше полиции. На самом деле, ведь 60-е годы – это достаточно свободное время и 70-е годы с точки зрения передвижения, с точки зрения возможности уходить от погони. Сейчас ситуация гораздо сложнее, но базисные принципы, опять же, для многих иранских оппозиционеров, в том числе, которые живут в эмиграции и желают вернуться с революционными массами обратно, являются актуальными и изучаются. Он же был достаточно интересным теоретиком. Например, он писал о капитализме и революции в Иране, как раз таки пытался анализировать иранский капитализм с точки зрения его стойкости. Он, кстати, достаточно точно предсказал, что капитализм в Иране пройдет через значительный кризис в конце 70-х годов, что и случилось. Капитализм, конечно же, выжил после исламской революции, но это капитализм с несколько измененным в персональном плане правящим классом, все-таки надо сказать, но его работы теоретически достаточно были на тот момент сильными. Вот, кстати, там в этой же организации, в среде Федаинов, можно выделить еще одного человека, Масуда Ахмадзаде, который говорил о вооруженной борьбе. Здесь он, кстати, в этих работах говорит и о том, что писал Энгельс, например, о военном деле и о военной науке, он, опять же, уже был лучше знаком с другими теоретиками того момента, в том числе знал уже о фокизме немного, о том, как развивалась Кубинская революция, знал о ее достоинствах и недостатках. Например, он прекрасно понимал, что революционная насильственная борьба может быть совершенно неподготовленной и не связанным действием, скажем так, с состоянием массы, пытался дополнить такую теорию еще методами подготовки масс к такому революционному насилию, так или иначе. В общем, достаточно интересные теоретики. А что касается практиков, это довольно героические персонажи, например, Хамид Ашраф и Ашраф Дагани. Это люди, которые очень сильно пострадали от правительства иранов, один из них был убит, а другой был захвачен в плен и долгое время оставался политическим заключенным. Его судьба после исламской революции несколько теряется, в особенности в тех источниках, которые наиболее на тот момент доступны. Вообще, кстати, вот эта организация партизанов-федаинов иранского народа впоследствии после 70-х годов, после разгрома ее ядра, в том числе после заключения тех теоретиков, о которых я говорил, начала очень сильно дробиться. Например, есть народные федаины-партизаны Ирана, большинство, меньшинство. В меньшинстве есть очень много партий, которые существуют до настоящего момента. То есть, организация не выдержала. То есть, она отошла от практических действий, осталась в эмиграции. И эта стратегия, стратегия городской партизанской борьбы с этой организацией прекратилась. Хотя, периодически на своих сайтах они указывают о том, что вроде бы как действуют, но, скорее всего, это мотивационное мероприятие для своих сторонников, потому что эти данные зачастую не подтверждаются другими источниками, в том числе иранскими. Но это вот такая стратегия, стратегия городской герильи в иранском исполнении. Далее, естественно, иранское коммунистическое движение не мог миновать маоизм. Те же самые, например, партизаны Федаины тоже хорошо котировали Мао Цзэдуна, но они считали, что все-таки надо вести борьбу не методом наступления деревни на город, а партизанской борьбы в городе и отчасти в деревне. А вот существовала такая организация союз коммунистов Ирана, Царбедаран, которая сформировалась из различных групп в 1976 году, которая стала в дальнейшем очень интересной и, самое главное, активной маоизской организацией. Эта организация заранее встала на маоизские позиции, хотя 1976 год, кстати, надо понимать, она, можно сказать, подоспела к самому концу настоящего маоизма в Китае, потому что после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году и после поражения банды четырех уже настоящий маоизм стал отходить с повестки дня, и Китай стал, как мы знаем, двигаться в сторону буржуазного общества, которым на настоящий момент он и является. Но на тот момент маоизм казался перспективным, потому что в Иране еще было достаточно сильно распространено земледелие, огромное пространство, огромная человеческая масса, которые проживали в деревне, большие территории, где можно было вести партизанскую борьбу, большое количество противоречий, которые экономических и социальных, которые существовали в иранской деревне, которые можно было бы использовать для наступления дальнейшего на города. Эта организация была в основном студенческим интеллектуальным центром, который объединял авангардных людей вплоть до исламской революции 1979 года. Эти люди стали собирать на тот момент еще более мелкие группы, в том числе, например, с такими любопытными названиями, как, например, «Красная битва». Эта организация попыталась участвовать в профсоюзной борьбе, но совершенно в ней не преуспела, и все-таки решила пойти по маоистской линии до конца. Центральным событием для истории маоистского, чистого маоистского, я не имею в виду сейчас курдского маоистского движения в Иране, событием является восстание в городе Амоль 1982 года. Это попытка достаточно смелая со стороны маоистов, маоистов, которых руководил себя маг Заим, такой тоже яркий человек, молодой, который оставил после себя небольшое, ну, красивое довольно-таки литературное наследие, боевое наследие. Овладеть этим городом, на самом деле, закончилось это крайне негативно, примерно так же, как для кубинских активистов нападения на казарму Манкада, и даже сильнее. Они проиграли, больше потеряли людей, завязался тяжелейший бой с корпусом стражей Исламской революции. В результате маоисты были разгромлены, в том числе их лидер, который командовал отрядом, был взят в плен и в дальнейшем, в 1984 году, казнен. Это событие вызвало среди маоистов, конечно же, реакцию двоякую. Многие из них считали, что надо продолжать такую революционную войну, другие стали, можно сказать, рыскать в поисках возможности идеологической переориентации, и многие из них перешли в дальнейшем в другие организации. Но большинство пытались сохранить маоистские дискурсы. Например, в 1985 году они попытались совершить еще одну вылазку, которая должна была означать началом массовой и затяжной народной войны, но вновь неудачно. Этому, конечно, способствовало то, что они были плохо вооружены, плохо подготовлены в военном смысле. Это были люди в основном не военные, это были городские интеллектуалы, определенные представители сельского населения. Но среди них, по-моему, буквально несколько было людей с военным образованием и хоть какой-то подготовкой в области войны, с сознанием того, как необходимо обращаться с оружием, как работать с картами, как надо работать в области тактики, как необходимо заниматься маскировкой и так далее. То есть, это было, к сожалению, неуспешно. Но что интересно, на самом деле, маоисты Ирана до сих пор существуют. Например, в 2001 году эта же организация объявила о своем перезапуске уже как коммунистическая партия Ирана, марксистская, ленинская, маоистская, но эта организация уже очень сильно трансформирована в идеологическом плане. Есть такой очень странный, не совсем даже среди новых левых признаваемый человек, как Боб Авакян, который занимается так называемым новым синтезом коммунизма. Авакян, на самом деле, пишет теоретические работы где-то с 1979 года, в основном о маоизме, о Китае, и пришел к своим очень экстравагантным представлениям, которые с классическим маоизмом сильно не согласуются. Но, тем не менее, несмотря на свое увлечение вот этим новым поветрием, они сохраняют в качестве своей цели организацию народной войны. Они понимают, что в Иране ее действительно можно теоретически организовать, в том числе и сейчас, но эта организация сейчас является сугубо эмигрантской. На самом деле, настоящие маоистские организации есть, но они несколько за рамками сегодняшнего рассказа останутся, это курдские организации, которые ведут затяжную войну до настоящего момента, они находятся в приграничной зоне с Ираком и, в общем-то, и ведут затяжную народную борьбу, хотя маоистами из них называют себя далеко не все. Так или иначе, вот это магистральное движение по маоизму тоже на настоящий момент можно считать завершенными, исключая вот курдское сопротивление на границах с Ираком. Мы увидели вот еще один тренд, который был популярен и в Европе, например, все мы знаем про события 68-го года, про интерес к китайскому опыту, соответственно, к китайскому опыту культурной революции и учения Мао Цзэдуна. Но если в Европе это не превратило затяжную борьбу и в наступление деревни Нагора, то в Иране это прошло в своем собственном стиле и означает определенную большую веху для левого движения, стало такой вот основой для героических легенд, для маоистов и коммунистов следующего поколения. На самом деле для левого движения политически очень важно иметь мучеников, кстати, в Иране их называют шахидами, но я, конечно, не на фарси это говорю, но по смыслу, то есть для них эта культура жертвенности и культура героев очень важна, поскольку организация не может существовать без таких положительных примеров, то есть пантеон тех, кто пострадал, кто участвовал в боевых действиях, кто был убит в тюрьмах, в особенности в 1988 году, эти люди как бы являются незримыми стражами иранского коммунистического движения. Следующая позиция, следующая стратегия, которая есть также во всем мире, вот, кстати, вы задаете вопросы, а может быть не было никогда в Иране троцкистов? На самом деле троцкисты были, причем они появились, как ни странно, не в 30-е годы, когда они должны были появиться как настоящие троцкисты, а появились они только в 1979 году, 22 января. В основе социалистической рабочей партии Ирана были интеллектуалы, прежде всего, которые жили в Тегеране. Это Зиот Абрахими, профессор, достаточно интересный автор, который преподавал на этот момент университет Тегерана, поэт Риза Барахини и, соответственно, Бабак Захраи, редактор социалистического подпольного журнала, который вышел уже в открытое политическое пространство. На самом деле эта организация, вот как раз-таки она не несет практически никакого иранского национального колорита, она изложила свои взгляды в полном соответствии с переходной программой Троцкого для четвертого интернационала 1938 года. Тут даже можно увидеть некоторые парафразы, которые полностью текстуально совпадают с программой, которую предложил в свое время Троцкий. Например, это раскрытие сведений о капиталистических корпорациях, перераспределение денежных средств от корпорации, от оборонных расходов в сторону простого населения на социальные вопросы. Это вот просто текстуально совпадает. Но и другие принципы тоже. Допустим, это необходимость немедленного формирования рабочего крестьянского правительства. Ну, с этим сложно не согласиться. Я думаю, что даже те, кто плохо относится к Троцкистам, отнесется к этому требованию, наверное, с пониманием из коммунистов, я имею в виду. Хотя с точки зрения рациональности в 1979 году это звучало крайне декларативно и несколько оторвано от действительности. Далее. Они требовали проведения земельной реформы, они требовали изменения гендерной политики Ирана, то есть их требования практически все не были удовлетворены по понятным причинам. Они пытались объединить вокруг себя оппонентов партии ТУДЭ, которые считали связанной с Советским Союзом и связанной с бюрократическими режимами, со сталинистскими так называемыми режимами. Но, опять же, за таких людей, которые относились скептически к партии ТУДЭ и к Советскому Союзу шла ожесточенная конкуренция, и здесь троцкисты, к сожалению, не поспевали. Они хорошо достаточно выступили, можно так сказать, в период, когда им это дозволялось в области распространения своей печати, связей с международными организациями. Здесь надо их, в принципе, похвалить. Они достаточно быстро смогли это сделать. У них было время, примерно несколько месяцев для того, чтобы наладить такие связи, и они это смогли сделать. Несмотря на то, что до этого они находились в глубоком подполье. Но, опять же, к сожалению, сейчас троцкистское движение Ирана является эмигрантским. Эта эмигрантская организация сейчас осела неподалеку от Лондона в таком городке, который называется Поттерс-бар. Это городок недалеко от Лондона, и там до сих пор есть определенная политическая жизнь. На самом деле и этот дискурс точно так же на иранской территории в иранском коммунистическом движении побывал. Далее, например, коммунистическая рабочая партия Ирана с 1991 года. Эта организация уже ближе к таким новым левым, и сейчас мы поймем, почему. Эта организация, кстати, достаточно хорошо ресурсно обеспеченная, несмотря на то, что она была эмигрантской. Например, у нее в какой-то момент существовал даже свой круглосуточный телеканал, который в дальнейшем перекочевал в интернет, возможно, и сейчас он есть, где транслировались передачи как на фарси, так и на асербайджанском языке, на курдских языках, на арабском языке и на английском языке. То есть, организация, которая именно пропагандистскую работу поставила хорошо. Но, тем не менее, одним из лозунгов является очень странная фраза, с моей точки зрения. Базисом социализма является человек. С точки зрения марксизма этот лозунг, конечно же, совершенно несостоятелен классического марксизма, потому что социализм это все-таки общественно-политическая формация, которая соответствует социалистическому способу производства, так или иначе. Но причина заключается в том, что к созданию этой организации был причастен еще один иранский теоретик, кстати, довольно-таки заметный в англоязычной среде, как Мансур Хикмат. Мансур Хикмат попытался на иранскую проблематику перенести комплекс идей, которые, скажем так, в европейском левом движении обозначаются как операизм, иногда это неправильно переводят на русский язык, как воркеризм так называемый. Суть, если говорить о Хикмате, самого Хикмат говорил о том, что рабочий класс сам инициирует изменение структуры капитала, рабочий класс сам должен полагаться на самого себя и приводить в движение общественные процессы, он как раз-таки придавал значение индивидуальному человеческому существу гораздо больше, чем это делает классический марксизм. В общем, он имел такую достаточно развитую собственную теоретическую систему, которую мы, к сожалению, сейчас достаточно времени не имеем обсудить, но тем не менее достаточно интересная организация, очень много в ней уделяется, можно сказать, внимания, в том числе правозащитной деятельности и вообще распространения влияния такой организации на межнародную бюрократию. Вот, например, на настоящий момент секретарь ЦК этой партии Хамид Такван и тоже заметные деятели Мина Ахади и Марьям Намази очень активно участвуют в различных правозащитных глобальных движениях, в том числе, например, это движение против смертной казни, движение против побиения камнями, кстати, оно относится не только к Ирану, но и к другим исламским странам, в профессиональной правозащитной среде, в международной, ООНовской, можно сказать, это довольно заметные люди. Кроме того, они смогли очень хорошо интегрироваться в правозащитную международную среду в Великобритании и Германии, в том числе, создавая секуляристские общества, проповедуя отказ от ислама, выход из исламской веры, создают транзиционные центры для этого, занимаются феминистскими исследованиями, то есть, пытаются интегрироваться максимально в такое мировое движение, которое, в общем-то, не находится на переднем плане, но имеет некоторые значения. Вот, например, в Германии они это делают, кстати, признаются в этом достаточно открыто, не по идеологическим даже соображениям, а для того, чтобы получать ресурсы. У эмигрантской организации с ресурсами всегда плохо, потому что эти организации не поддерживают крупные международные игроки, на них не ставят в будущем политическом давлении в Иран, и поэтому им приходится таким образом выживать. Это партия, кстати, как ни странно, тоже дробилась, и вот в ней есть на настоящий момент такая группа ортодоксальных хакматистов, которые занимаются дальнейшей разработкой так называемой рабочей платформы, то есть, ведут и теоретическую работу тоже. А, соответственно, несколько за рамками остается совершенно другой мир, это курдские организации, если говорить о них очень кратко, то самая заметная, это демократическая партия Курдистана, их две, демократическая партия Курдистана, я бы ее назвал социал-демократической в современном смысле слова, хотя долгое время она была ближе к марксистко-ленинистскому дискурсу, на настоящий момент нет. Ну, опять же, партия Камала, которая стала, например, материнской для коммунистической партии, созданной в 1983 году, то есть, это вот организация, которая предшествовала той, которую мы рассматривали чуть раньше, партия Камала имеет очень большое революционное влияние и революционный опыт, и вот до настоящего момента ведет свою активную деятельность в Курдистане, пытается защищать курдско-иранское население на международной арене, зачастую довольно успешно. Вот существует созданная в 2000-е годы партия свободной жизни Курдистана, которая также ведет партизанскую борьбу, она себя малыйской, например, не считает, но пользуется целиком и полностью малыйскими методами, в том числе затяжной и народной войной, пытается так или иначе организовать поход деревни на город, но вместе с тем из-за очень серьезного технического отставания от иранского правительства, это понятно, потому что партизаны не могут иметь таких вооружений, она имеет достаточно скромные успехи, но опять же, игнорировать такие успехи невозможно. И вот, несколько завершая наш такой беглый анализ, наше ознакомление с коммунистическим движением Ирана, можно сказать, что оно прошло те же самые стадии, которые мы наблюдаем и в других областях, за исключением, наверное, вот этой экстраваганции, как синкретизм ислама и социализма, хотя на латиноамериканском континенте тоже пытались выстроить, например, теологию освобождения, но на самом деле теология освобождения по степени своей проработки несколько вот этому синкретизму с исламом, на мой взгляд, уступает, но это уже оценочное суждение. В основном вот эти процессы, это процесс, я бы это назвал период героический, период, основанный на активной, очень многогранной жизни в первой половине XX века, это период после Октябрьской революции в России и после, как раз-таки более ранней конституционалистской революции в Иране, это создание Советской Республики, создание первой коммунистической партии, потом это продолжение в виде партии Today, это вот классический, можно сказать, период. А в дальнейшем после, в постсталинском мире, можно так сказать, в мире, где Советский Союз начал терять свое значение как источник образцов для коммунистического движения, вот это достаточно важно, потому что Советский Союз и коммунистическая партия, ВКПБ в том числе, была источником не только каких-то ресурсов для иранского коммунистического движения, но источником образцов, так или иначе, к которым надо стремиться, образцов победоносной тактики. Начиная с 1953 года, начинается как раз-таки брожение и поиск новых форм. Эти новые формы мы можем наблюдать и в других странах, и практически все эти новые формы, они привели на настоящий момент коммунистическая организация к главной цели, то есть к взятию власти. И из этого всего необходимо, с моей точки зрения, современного левого движения делать выводы, необходимо находить эффективные революционные практики. Так или иначе, мы уже не можем быть под очарованием тех или иных революционных практик. Допустим, многим из нас, допустим, понравится городская гирилья. Это очень романтично, интересно. Я в свое время читал Маригеллу, собственно говоря, про городскую партизанскую борьбу в запой. Он для меня был героем. Но, тем не менее, мы понимаем, что в современных условиях необходимо производить уже новые образцы революционной стратегии, в том числе и для таких сложных регионов, как Иран, где режим кажется совершенно затементированным. Но, кстати, очень многим иранцам он считался зацементированным и до 1979 года. Ну и многим, например, жителям более близких к нам пространств кажется нынешняя ситуация абсолютно вечностью, что может быть не так. И коммунисты, на мой взгляд, должны подходить к новым историческим этапам, к новым отрезкам, также существенно поработав над своими методиками революционной практики. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok